Успейте не опоздать. В центре проводят многочисленные исследования. Конечно, мы такие. Смешные и безграмотные, считающие, что история начинается с нас, и норовящие жить настоящим. Ведь прошлое прошло, а будущее пока не настало. Как же подступиться к решению этой проблемы? Что предпринять для воспитания в нас патриотизма и уважения к родной истории? Сплошные вопросы. Ну, а пока государственные умы и широкая общественность ищут на них ответы, и пишут простые книги, я, пожалуй, включу компьютер. Да-да, компьютер. Я отправлюсь в музей, точнее, в виртуальный филиал так любимого мною русского, потому как мне кажется, что никакие учебники, никакие сведения в рамках ФГОС и формальные мероприятия не смогут в полной мере рассказать о том времени, показать все мужество, всю боль народа, горечь потерь и радость победы. А искусство, оно проведет дорогами Великой Отечественной, даст возможность прочувствовать, ранит самое сердце, не соврет. Расскажет о том, как 7 ноября 1941 года прямо с парада на Красной площади уходили войска на защиту Москвы, о лучах прожекторов в черном небе над Исаке, мужестве, силеволе, упорстве, терпении жителей осажденного города, о добытой огнем и кровью победе под Сталинградом, сражению разъезда Дубосекова на подступах к Москве и кровопролитных боях у Волоколамска, о борьбе и гибели подпольщиков молодогвардейцев, мужестве генерала Карбышева и подвигах моряков-балтийцев, о разрушенном войной родном очаге и страшной горечи потерь, о словах любви и тревоге, написанных в перерывах между боями, в окопах, на коленках, поведая черноморскую легенду о заветном камне, сохранены для нас образы героев, вещавших Родину, людей различных возрастов и званий, прославленных командиров, рядовых участников партизанских рейдов, тружеников тыла. Покажет образы матерей, такие яркие и символичные, заставит задуматься об античеловеческой природе военных конфликтов и поверить в возвращение в родные места, в торжество разума, даст надежду на возрождение. Словом, пойдемте в музей, ведь только пропуская все через себя, увлекаясь эмоционально, начинаешь единственно верно воспринимать историю своего народа. Пойдемте скорее, успейте не опоздать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...